Подзымай его, пока мяч прыгает. Подзымай его. Ест, еще, еще, ест его. Ест ошибется. Ест его. Еще. Уссурийские мальчишки сменили каменистые площадки во дворе на прорезиненное поле городского стадиона. Таковы в этом году условия футбольного турнира на кубок главы администрации. Игроки с улицы Хмельницкого решили назвать свою команду как итальянский клуб «Ювентус». Уж очень понравилась игра туринских спортсменов в финале Лиги чемпионов. Понравилось, потому что он вышел в финал и занял второе место. Но мы тоже хочем также выйти в финал и занять второе место. У сурийского «Ювентуса» две ничьи и одна победа. Пока пять очков. В двух оставшихся играх футболистам для выхода из группы нужен только выигрыш. Ну вот во встрече с драйвом «Ювентус» за два тайма не смог выбиться в лидеры. Упорный матч и ничья. 2-2. Ну мы поначалу ссорились и из-за этого проиграли. Почему ссорились? О чем не договаривались? Ну там у нас игроки хотели выйти в первом, ну в стартовом, в первом тайме. И вот они поссорились из-за этого, что они не вышли. Параллельно на поле сражались команды «Пегас» и «Северный-1». Вратарь «Пегаса» не стеснялся выходить в глубину площадки и брать на себя роль полевого игрока. Но не всегда такая помощь приносила нужный результат. Ведь в такие моменты футболист не застрахован от нападения соперников. Чтобы помочь команде забивать, голы нужны всегда. Помогло? Да. Футболисты команды «Северный-1» были в нескольких шагах от того, чтобы догнать соперника по забитым мячам. Второй тайм мальчишки провели в хорошем темпе. Чтобы сравнять счет, не хватило двух голов. Итоп встречи 5-3. Но игроки все равно довольны тем, как проводят время. Удалось набрать 9 очков. И турнир проходит хорошо. Настроение позитивное. Еще одну встречу провели «Тигры» и «Найк Фориал». Встреча закончилась со счетом 2-1 в пользу «Тигров». Четвертый матч понедельника не состоялся. Одна из команд не приехала на игру. Возрастная категория 10-12 лет поделена на две подгруппы «А» и «Б». В первой лидируют команды «Барс», «Содействие» и «Скиф». Во второй – «Драйв», «Северный» и «Тигры». Команды сыграли неравное количество матчей. И в запасе у всех есть по несколько игр. Поэтому и у других коллективов еще сохранились шансы на выход из группы. Окончательный итог будет известен в конце этой недели.